Интересным днём вас. Это второе воскресенье Великого Поста. Очень важно для нас, во имя Отца Синстага Духа, очень важно для нас чувствовать движение Великого Поста. Вот знаете, когда наступает Великий Пост, особенно для людей, которые впервые начинают поститься, да и вообще, наверное, для каждого Великий Пост представляет каким-то таким большим периодом ограничений, всяких проблем, покаяния. И он какой-то однородный, я бы сказал. Между тем, когда люди начинают жить церковной жизнью, особенно если не просто ходят в храм, а еще интересуются богослужением, темами Великого Поста, то начинают понимать, что Великий Пост – это есть некая довольно хитро устроенная дорога, которую предложила нам церковь для того, чтобы достигнуть Пасхи Христовой, с которой в этой дороге есть некие такие станции, можно сказать, которыми, конечно, являются прежде всего воскресные дни. И каждая из этих остановок наших, станций, она посвящена определенной теме, которая, как бы, церковь нам усваивает, чтобы мы, как ученики, этот урок выучили. Поэтому вообще издревле считалось, что Великий Пост – это время учебы христиан. Но это еще было связано с древней системой катехизации, но не только. Вот первое воскресенье было посвящено православию, торжеству православия. То есть церковь, как бы, нам говорит о том, что нам необходимо обязательно быть людьми православными. Что если мы с вами проходим этот путь аскезы и молитвы, но при этом мы с вами учения не знаем, то мы очень легко можем с вами впасть в какие-то очень серьезные искушения. Ереси или расколы. Таких вот еретиков, а большей части раскольников, на самом деле, я думаю, что каждый из нас, даже можно сказать, знает недалеко от себя, может ли посмотреть, то можно увидеть таких вроде бы ревностных христиан, которые при этом молотят всякую чепуху. Но при этом они на самом деле говорят какие-то очень высокие, красивые слова и о православии, и о защите вероучения и прочее, прочее. Но все равно, когда с ними начинаешь общаться, то понимаешь, что-то здесь не то. И именно поэтому Церковь нам как бы в самом начале Великого Поста полагает вот это задание – стать православными, почувствовать, где это подчас довольно тонкая граница между просто благочестием и именно православным благочестием. И вот Второе Воскресение, оно посвящено памяти святителя Григория Паламы. Думаю, что, наверное, большинство, вот здесь и здесь оставшихся, наверное, достаточно хорошо знают и жизнь святителя Григория. Но все-таки я два слова скажу. Святитель Григорий, Он был, можно сказать, у него отец довольно рано умер. Он был весьма из знатной семьи. И несмотря на то, что вот у него умер отец, но он воспитывался при дворе императора Андроника, который очень много заботился о воспитании будущего святителя, вероятно, пророчий ему какой-то путь царедворца. Он получил очень хорошее образование, был таким тоже, можно сказать, энциклопедистом того времени, но его привлекало больше монашеское делание, подвиг монашеский. Поэтому тогда, когда ему было 20 лет, по некоторым сведениям, даже 18 лет, он, оставив светский путь, решил уйти в монастырь, где он уже стал духовно подвязаться. Его житие, говорит, что он был, например, прислуживал за столами монахом. То есть он занимался весьма такой простой деятельностью. Но при этом его всегда привлекали именно какие-то богословские вопросы. То есть он был изощренным богословом. Когда приехал, да, при этом он перенимал опыт святых подвижников, монахов святой горы Афон, где он стал, ну, был в послушании у старцев, у одного старца, по-моему, Никифора, потом у другого, после кончины первого, на Афоне прокатиковалась умная молитва, умное делание, под которым мы понимаем непрестанное повторение Иисусовой молитвы. Эта традиция умного делания, она возникла в самом начале монашеской жизни. Еще Макарий Великий в своих трудах писал об этом. И, в общем-то, никогда не возникало никаких вопросов, пока на святую гору Афон не приехал калабрийский монах в Орлаум. Это был тоже очень непростой человек. Он был изощренный богослов, астроном. Даже где-то я слышал о том, что он принял самое активное участие в создании григорианского календаря. И когда он прибыл на Афон, он удивился той практике монашеского делания, которая там была. Особенно не самой молитвы, конечно же, а тем приемом, ну, я бы сказал, психофизическим, который практиковали монахи. То есть определенная поза, определенный ритм дыхания, который как бы сочетается с умным деланием, и тем самым позволяет человеку более глубоко проникнуть в эту молитву и получить общение с Богом. Ну и, наконец, главный вопрос, который возник, это вопрос тех озарений, которые получали монахи в результате этой непрестанной молитвы. что это было за свет, что это за свет они видели. Варлам просто посмеялся над этими монахами и стал их всячески порочить, говоря, что это какая-то вот такая неправильная практика. Но в защиту безмолвствующих или, как потом их назвали, исихастов выступил святитель Григорий, который в своих, там, он написал три диалога в защиту священно-безмолвствующих, в которых он показал, что это есть на самом деле истинная молитва, которая была в церкви всегда. И то, что видят монахи в результате этой молитвы, вот некое озарение, это есть не просто какой-то физический свет, вещественный, чувственный, а что это на самом деле есть нетварный свет, подобный свету Фаворскому, о котором говорится в священном писании. В результате возник спор, причем это был спор в буквальном смысле слова, например, Святой Софии, была дискуссия, диспут между Варламом и святителем Григорием. В конце концов собрался, этот вопрос стал волновать всех, и собрался Константинопольский собор в 1341 году, который, в общем, принял решение в пользу святителя Григория. Но на этом, правда, все не закончилось, поскольку нашлись, с одной стороны, защитники Варлама, такой монах Акиндин, и самое главное, что сам император не поддержал святителя Григория, и более того, святитель Григорий провел несколько лет в тюрьме и долгое время скитался. Он его, после смерти патриарха одного, следующий патриарх, святителя Григория, опять привлек к служению, и он стал архиепископом Фессалоникийским, но все равно его ждала сложная судьба, и он довольно долго скитался, пока за три года до смерти он, в конце концов, не пришел в монастырь, и где он уже закончил свою жизнь. О чем же говорит нам это, почему этот эпизод церковной истории церковь нам предлагает в сегодняшний день? Дело в том, что задача, которая перед нами стоит, это познать Бога. Это тем более важно, что на самом деле любое богопознание начинается с самой простой истины, что Бог непознаваем в своей сущности. Помним с вами, Бога не видел никто никогда. Вот эти слова, которыми начинается цикл богослужения на Пасху, цикл евангельских чтений на Пасху. То есть познание Бога по существу невозможно. Но тогда возникает вопрос, а как же тогда мы будем жить, как мы будем знать о Боге? И тут-то как раз церковь нам говорит, что нет, Бог не познавая в своей сущности, но в своих действованиях, в своих энергиях, которые как бы разлиты по всему тварному миру, он существует. Сами эти энергии не тварные, но они дают как бы жизнь всему этому миру. Что этот мир не существовал бы, если бы на самом деле Бог не управлял им с помощью вот этих неких нетварных энергий или нетварных энергий. Эти энергии, это не просто, они подаются как раз человеку, который молится. и именно это говорит о том, что афонские монахи как раз были пронизаны этими энергиями, когда они совершали это умное делание. Но мы сможем с вами посмотреть дальше, мы можем с вами понять, что вот это действие Божие в этом мире, оно не только в молитве, но оно вообще представлено во всем творении Божьем. И прежде всего в особом присутствии Бога, например, в иконах, в храме всем, в котором мы с вами находимся, в священных каких-то предметах, в святом кресте, который мы почитаем, что Бог вот эти, через эти энергии подает нам жизнь вечную и даже не только вечную, но и временную жизнь. Вот сегодня мы с вами слышали Евангелие, в котором говорилось об исцелении расслабленного, расслабленного, которого внесли его какие-то товарищи, не смогли пройти сквозь толпы людей, которые были в доме, в котором находился Христос, поэтому они разобрали потолок, ну, на востоке жилища, как вы понимаете, там потолки не как у нас, там главная проблема солнца, а не дождь, поэтому это легко сделать. И опустили к ногам Иисусовым этого расслабленного, и Господь сказал ему, прощаются тебе грехи твои. Присутствующие фарисеи помышляли в себе, что за хулон говорит, кто же может прощать грехи, кроме Бога. Но Господь, зная их помышления, сказал, что проще, сказать, прощают тебе грехи твои, или сказать, встань, возьми одор твой и ходи. То есть, как бы, говорит, что прощение грехов, это как бы явно не очевидно. А вот, когда паралитик начинает ходить на ногах, это уже видно всем. И он сказал тогда этому расслабленному, встань, возьми одор твой и ходи. Тот встал и пошел. И для всех это было свидетельством того, что Бог посетил их, что Бог среди них, и все восславили Бога. Но вот это чудо исцеления, это ведь тоже действие божественной энергии, божественной силы. Любое чудо, любое исцеление, любое чудо, которое совершается, это тоже проявление Бога в нашей жизни. Господь, который подает нам прежде всего знание о себе, потому что знание о Боге, молитвенное знание, благоговение, это и есть самое главное познание Бога. Мы с вами привыкли считать, что познать Бога, это прочитать учебник закона Божьего. И действительно никто не будет возражать, что действительно это важно и нужно. Но самое главное богопознание, это прежде всего та молитва, которая должна сопровождать нашу жизнь в течение и Великого Поста, и всей остальной жизни. И именно к этому нас призывает церковь, к познанию Бога в молитве. Вот это второе задание, которое церковь дает нам в течение Великого Поста. Будем же откликаться на зов Божий, будем с вами усердно трудиться, совершать наше умное делание, но может быть не такое, как было у афонских монахов, хотя, может быть, и Иисусова молитва нам тоже была бы весьма важна в нашей жизни. Так что с праздником, со вторым воскресением и с приближающейся Пасхой всех вас. Поблагодарим Господа. Слава всем Богу!